я лоху перекинул такой легкий я ебу блять я просто стрим сразу алло 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 здорово по нему все кричите ну-ка потише блять а лох ты не пою вообще нас не слушай как я пою что ли поговоришь о чем у тебя замутил коденек там пищевик может быть сказать типа что у меня появились важнейшие дела и просто ливануть короче слышь пацаны вот ну там стримит эвелон только с другими цифрами в конце там 14 там 90 2 разные ставит у него давние разы пацаны будьте бдительны блять там какая-то ссылку у нее там на дроп там бесплатные скины это все наебало вот тут и сидит запись запись стрима легко отличить посмотрите на эту хуйню это пиздец вы просто посмотрите посмотрите на этот уходе я тут на блядь думал варф есть это блять сука падла какая-то зашла она реально ебала я хоть это пиздец тридцатку нахуярила еле выиграть с яйцами не хватает доты блять не хватает доты крепы все на месте а тут и не хватает чё старту ебать все тут а чё подождите каким правилам играется правила у нас без правил понял по нормальному внизу сидит о чём есть а есть слоты здесь вот один или нет давай почитаем да 1 2 3 4 5 6 7 андрей бандаренко правильно да да привет андрей как дела слушай ну еще и не понял почему ты такой довольный ты хочешь испортить настроение хуйло все да андрей древо собратили будем разбираться все будет у меня все фруктузка изменю разбираться это он еще вебку блять не включил нахуй сейчас еще не 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 можем вообще собрать бить просто не можем андрюха привет андрюха здорово андрюха привет по ебать мне слышно да 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 слышно охуенно 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 когда будем готовиться купе игра поздно да забей не будем а вас высокая высоко игрок стать в три по моему нормально прошу давайте побыстрее кого надо быть блат голубой давайте давайте соберемся блять король смотрите аллах смотри ауда ну без вебки это игра не играется да вот я привет что там в харькове блять один заболевший уже блять это я сиди дома нахуй у нас 20 нахуй у нас один блять нихуя в туалете это где вы мажор лейзер блять короче смотрите у меня из козырные карты блять где покупал не скажу смотрите короче это у нас кто блять это у нас дон мафии понятно все вы готовы да все засыпайте нахуй чат закройте все плиз на то что вчера пиздец был там типа и девах чат говорит закройте я лоха сидит на телефоне блять просто чат хуярит все все спят все спят ваде все спят нахуй не у нас фруктузка сидит чатится бля ебу в экран просто не смотрите или что там эпоху он игнорирует нас слышно чё ты мне ты мне говоришь что-то или чё нет у нас фруктузка сидит вы типа надо типа вы будете просто в экране смотреть ну да мы уж не видим монитор да но просто будут люди писать в этом проблема они будут вспомнить типа вы там увидели что-то такое все засыпаем главное чтобы не видели и все все засыпайте на все засыпайте всех просыпается кент под номером один получается карту получила залупа давай ликс просыпайся блин надеюсь проснется пиздец так всегда волнуюсь получил карту засыпай марк доброе утро доброй ночи красава водюшка каравай мага совершенно верно инсайдер алоха дина блин красава ван с балдеж натаха как андрюха вот андрюха я вспомнил андрюха все отлично да ну что же теперь проснется только мафия чтобы помолиться давай мафия познакомилась мафия познакомилась и засыпает утро ну что ребят где мы блять где мы я на море давайте давайте мы на интернешн или блять мы на интернешн или блять куда даже эти дотеры какие места вы попадаете занимали никакие успокойся все ладно мы не на доте нахуй это надо короче мы где попало давай дима начинай стол это у тебя красиво получается я речь поставленная давай ебаш я где мы но мы короче там где нас нет первым открываю этот стол всем хочу пожелать удачи в этой игре и гражданомирного жителя как говорится спасибо блять дима за твою прекрасную речь или сдавай мы там где хорошо да спасибо большое марк твое слово пожалуйста пожалуйста марк хоть что-то сделает фруктузку пропустили у меня несколько вопросов вообще по игре есть всем привет пацаны давай можно говорить да да все всем привет спасибо первым третьим что нихуя не открыли стол между первым третьим сто процентов есть мафия в моем понимании кажется буду играть против них для меня это два черненых игрока за столом кто еще раз тебя прослушал выйди в пизду наташа я тебе серьезно я передвигала реплеи посмотришь блять все что выкиньте 11 что она вниз своего сговорю он скажет пожалуйста надо же тоже не буду играть для меня это черный игрок блять вы крики ведь лишнего чтобы потом не привыкать к себе внимание хотя максимально это делаю сейчас спасибо давай каравай что марк спасибо тебе за хорошую речь в один твоя минута конечно я ничего не сказал если что и не понравилось то что генсуха выкрикил мне понравилось то что сказал марк но не соглашусь по поводу первого мне кажется первый на этом столе мирный игрок не так чисто мои догадки я после речи скажешь что следующие игроки все я пас спасибо хуяри только не логом леди и джентльмэнс меня зовут мага не очень понравилась моя речь прошла игре это было позавчера то есть я являюсь бывшим игроком виртус про работа вместе со скиллзором сварщиком на данный момент потому что из вп меня благополучно кикнули я верю да это правда и я буду играть четвертым игроком потому что читаю его мирным игроком понимаете в чем сделаю и дальше буду смотреть по столу желаю вам счастья благополучия и просто предвышение не могу поверх web куда он и ебаные блять они должны видеть спасибо тебе мага блять короче мы закрыли столом сегодня собрались вань давай твоя речь да я понял продолжать датюр но весело было на самом деле с марками я бы поиграл на самом деле он мне кажется как обычно он такой на расслабонщике когда за мирных играет вот с магой тоже бы я наверное поиграл насчет вадика крова я не скажу пока ничего 3 1 мне пока немножечко не понятно что они ну вроде нормально ребята вроде и не нормально дима мало сказал к сожалению дима мало сказал это обычно одну говорит подробно но посмотрим дальше дальше посмотрим как пройдет у нас вот 46 пока ли мне красный дальше пока посмотрим что скажут остальные спасибо я короче играли 4 6 7 для меня четверка красного на в таком 1 3 потому что них его поговорили пятерка скорее всего черный потому что он сыграл 4 который был красный но при этом захотел консить 1 потому что первый сказал привет типа вся хуйня опять из кресла захотел заграться своим одним черным с одним типа красный поэтому сыграл 1 4 типа шестерка савел четверка и семерка сыграл 4 6 при этом они красные если бы он был черного захотел зайти команду одного черного но этого не сделал поэтому для меня 4 6 7 красный до 4 6 7 8 где между 1 3 5 2 черных хочу еще послушать андрея андрея желаю тебе удачи я уже послуждаешь на твою речь очень сильно малыш спасибо 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 лоха дина давай твоя минута привет я миша я пока ничего не выкупаю но очень хочется марку на четверке и пока что максимально доверяю а остальным не знаю все еще не выкупаю пока все спасибо твоя минута красный победе мирным гарантирую ладно не гарантирую в общем я тоже первая игра давно не играл мафии очень волнуюсь но по речам что могу сказать 3 и вообще максимально не понравилась речь просто не понравилось но пока что самый черный 2 4 говорил хорошо но все с ним заиграли в принципе это его красняет достаточно сильно поэтому думаю с ним можно поиграть шестой мне не понравился это из тех кого подмечаю пятого пропускаю потому что ну не знаю говоря первые более-менее понравился а вот мага ты мне не понравился как ты сыграл поэтому ты серый будешь для меня потом седьмой понравился восьмой вообще ничего не помню слишком много слов я так быстро сообразить не смог он там сказал кто-то с кем-то там все цифры перебрал в общем пока буду смотреть красавань спасибо за товарищ давай натаха так ну всем привет меня зовут наташа я уже поиграла с этим столом я уже вообще никому не доверяю нет ему скилл с его каменным лицом постоянно караваю который вообще не понимает что он в этом мире ликс дмитрий тоже не очень понравилась его речь потому что он говорит очень часто всегда очень много а тут не знаю может это вообще никак не роляет я у меня пока вообще никакая речь не окраснела кроме речи ванесса он так по очереди каждого начал перечислять и это была очень похожа речь красного поэтому я максимально буду играть с ним все остальные остальные я не знаю пока присосали все галкамоле да возможно это его окрасняет в то же время с чего бы это так так резко все сразу его окраснили все присоединились к нему все я мирно спасибо за твою речь блять я как от этого 11 игрок то бишь наташа будет красным ну покрасней значит красному игроку невыгодно говорить что до него поговорили черные мозгал между 1 3 есть один черный там есть один красный получается вы сказали то что 1 3 оба черная конце речи поэтому 4 черный игрок по заиграли 5 6 7 8 5 6 7 8 есть один маф 11 игрок красный 1 3 потенциально если черный 1 3 красная этому 1 3 11 по циферкам спасибо все спасибо закончился у нас как говорится первый стол мы тут мы тут никого же не голосуем правильно без общих играем все без общих сейчас одну секунду мне надо кое-что сделать это ты только что правило придумал марк это мы все блять присоединились а это писать ходила на понял извиняюсь на это просто уточняю я может с общем если хочешь что все пиздели орали перебивали друг друга я кстати перебила тебя потому что я перетаскивала эвелона и я не услышала твое мнение все и тихо ты хоть унесла в смысле все короче понятно кто тебе не нравится а есть обсуждение минуту нет нету нету ну это короче караваево нс я закрой рот как ночь будет или чё да 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 сейчас одну секунду мне просто там не добавляют и уёбки и кто мага мага и кто давай третий кресе он ма трава и я мать и же 3 до 12 и шестерка реально смотрит ребята я извиняюсь что это жестко полюсь пожалуйста извините меня я извиняюсь я не забавно и все особенно мне кажется мага бы не стал караваев просто так вбрасывать поэтому короче вообще давайте минуты ждем пока не поговорить я говорю почему когда тебя спросил эти повтори свою речь ну ты сказал что ты обозначил черного значит один из них красный на самом деле марки мафия потому что когда мафия проснулась он начал говорить я знаю что это нельзя обсуждать ну какая разница это его не красняет понимаешь я не думаю все спасибо что все засыпайте соль у меня просто тут проблемы были жесткие со всей тихо не засыпайте засыпайте ладно все секунду ладно да все-таки уговорил тебя заснуть дед мафия просыпайтесь ну что же кого будем ебенить ну подумайте подумайте у вас есть время кто выебывается больше всех либо кто вам не понравился мне нужен один ответ от всех самое главное на 4 секунды и давайте ответ что братью нахуй ночь никогда не закончится ебалу рот у вас все мафия засыпает просыпается дон мафии дон мафии засыпает просыпается шериф шериф кого будем проверять шериф засыпает и просыпается доктор кого будем хилить в этом ходу спасибо доктор засыпает и утро доброе утро всем всем кроме дина дина ты умер спасибо за эту игру динозавра убили все обсуждайте минута обсуждений дожди а че он ничего не говорит нет он должен говорить нет он должен говорить ну это правило это в онлайн мафии правило здесь любой но это правило для я верю марку наверное восьмерке у нас общее обсуждение сейчас да файл но может быть в фк посидеть здесь что-то беет так но это не фановое это не интерес очереди пусть говорят так мы играем для контента типа лол так пусть он для контента что-то скажет после смерти что проблема вы стримите типа сейчас или что ради контента но никто не стримит логично так если он умирает и тогда должен озвучивать роль умершего подожди это же дисбаланс типа если шериф отстрелян да и он не успевает ничего сказать такое есть да это сложнее поэтому ты должен раскрывать роль но это неправильно дисбаланс если у тебя нет последней речи ты должен скрывать роль если не скрываешь роль должна быть последние 30 секунд после того как тебя отстрелили это дефолтное правило нет так нет а доктор в этих дефолтных правилах есть доктора тоже нет нас один человек вот здесь есть доктор видеть короче тут постоянно часто вот играют так нет смотри смотри да ничего плохого я не знаю почему вы типа так агрессивно настроены у нас нет последний последнего слова ночью типа этот зато у нас есть доктор блин да забейте ребят вы же много мафии уже поиграли адаптируйтесь к этой ничего такого но играть это было тоже очень странно от поиграют вдруг тебя стрелили у тебя там три черных проверки и ты дохнешь и да и получается ты не успел сказать видишь фруктуз когда чем убивает логично что ты не можешь не говорить ничего тяшно друг пожалуйста просто ничего не есть есть разные варианты и сейчас так все поехали 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 я как грандмастер мафии смотрите самый главный мафиозник у селены все все молодцы смотрите просто очереди да все давайте без общего фликс ебаш давай дима по поводу того что я мало говорю я сегодня не очень хорошо себя чувствую но те кто знает я с утра говорил об этом поэтому в принципе буду мало говорить убили девятку девятка играл только с четверкой больше он ничего особо не сказал ну кроме того что он мирный игрок и играешь четверкой все четверки присоединились многие игроки на этом столе я даже перечислять не буду но после по моему четверки практически каждый с ним готов играть на данный момент для меня возможно если выбирать потому сколько человек сказал тогда окей единица для меня будет серым игроком даже больше черный прошел ничего не сказал если он поговорит там объяснит почему он тоже сказал как я мало ну тогда посмотрим дальше потом ну восьмерка грамотно все расписал я даже не успел ход мысли поймать ну опять таки ну я не успею пока да буду буду учиться мага говорит шестерка для шестерки говорит что у него пятерка десятка красный пятерка десятка черный игрок потом восьмерка красный четверку он играет ну короче почему пятерка десятка откуда ты это взял странная выставлю могу пускай поговорить мне интересно будет его послушать спасибо марк 2 минута мне на самом деле очень интересно почему ко мне реально подсосался весь стол потому что сейчас самая задача мне очень больше всего типа не нравится позиция вани потому что с вами мы играли не раз и на своем первом слове он всегда обозначал людей красный либо черный игрок а в этот раз он ко мне присоединился что это было просто нонсен типа я хочу играть четверка это для меня максимально красный для меня это очень странно выставлять сразу говорю пока не буду он пусть останется все как есть очень странный ход для мафии типа убить девятку максимально афк игрок который вообще импакта никакого не вносит типа не знаю очень странная хуйня также дать и как дима сказал девятка играл со мной для мафии то типа очень странный ход был объясню почему потому что это как я понял игрок новенький его можно было забить на удочку блять и накрутить свое мнение чтобы он играл с мафии это был очень тупой ход ну так или иначе я еще не понимаю типа кто застал он черный между единицей тройкой я сказал то что есть один черный игрок 12 это я тебе обращаюсь то что ты сказал что я их двоих черными обозначил да пока что для меня такой более черный это скилз то что дима как минимум объяснил что ему хуёвенько как я понял я посмотрю по игре типа как будет дальше все спасибо марк 2 минута я говорил то что мне понравилась речь марка то что он сказал хорошо чем два прошлых игрока мне сейчас понравилось то что лик сказал он говорил то что у него голова болела точнейше это хороший аргумент мне сейчас он для меня красный игрок для меня непонятно почему я не понимаю почему сейчас мага просто опять вкидывает на меня и на ванесса хотя и вообще как можно вкинуть так я ни слова еще не сказал нормально вроде но пока что и мнение по мне этим шестой игрок мне интересно что сейчас скажет восьмой игрок еще очень интересно в принципе все по столу пока что я вообще не понимаю кто может быть черным игроком спасибо вадим мага дро но я первых веру лохер что он красный игрок верю марку марку я верю потому что он прям когда мафия проснулась сказал это хотя это нельзя обсуждать но мне все равно потом для меня не понять на наташа одиннадцатый двенадцатый я просто не понимаю и красный игрок еще для меня инсайдер скорее всего я подозреваю алексей кровая что ликса плохо это какая-то хуёвая отмазка по моему мнению и что кровают никого не подозревает вся обычно сразу же с первого хода кого-то подозревает и я буду вставлять и коровая спасибо спасибо марк могу объяснить почему сомневаешься это озвучил до меня мага в принципе я просто не стала раскрывать то что ну я слышал ночью потому что мы обычно говорили что если мы слышим ночью мы это можем использовать если уж спалилась инфа но не надо для остальных озвучить но мага уже озвучил да марк тут скорее всего сто процентов красный игрок с ним поэтому мне проще играть вот не знаю почему никто не обратил вот насчет десятки он сказал что я вам по-любому выиграю игру мне почему-то показалось может ошибаюсь но что у него какая-то активная роль то есть либо доктор либо комиссара я с десяткой поиграю вот с восьмеркой наверное тоже для меня пока ну вот наверное 48 и 10 вот это максимально красные игроки мага вроде тоже убедительно увидите мага тоже он опять же он озвучил про инфу и он знает может быть он и черный не могу сказать то есть это его не красня для меня по крайней мере потому что он может хорошо играть за мафию так что пока 4810 я точно играю номинировать пока не буду хорошо спасибо аллахом так выставляю на голосование 116 12 вот так вот но короче по очереди в первой если него него выставлен то выставляете по соединичку там не очень понимает вот я я играю я после вас седьмым король короче я как играл я играл своим 1 5 6 и каждый раз когда я думал что он какая-то роль он всегда был противоположная я его никогда не угадать и мне не понравился его довод у нас в речь сказал то что четверка черный потому что он сказал что типа то что-то сказал что 13 это черная хотя четверка такого не говорил она сказала типа что между ними типа есть скорее сегодня черный при этом типа как по мне файл просто нашел до чего доебаться на славом столе и также ты сказал что ну опять же четверка черный хотя сколько раз я играл мафии каждый раз есть с каким-то челом играет весь стол начнем всегда красный то есть не можешь черном игроком заиграть без стола то супер типа неправильно ну так что для меня fly будет за тобой смотреть что будешь пиздеть я тебя никогда не могу еще разгадать единицы почти верно что черный типа так что на этом голосование просто бы его убирал потому что парень открылся у макс выставлен 1 я выслал единицу я выслал единицы я почти вернусь системе еще пятерка черный потому что единиц поговорил плохо видимо за басал типа черную активную роль типа такой растерялся ничего не сказал его тебя спасибо нафты карьер такой теперь счет и новатый с ним пятерка черная потому что он открылся сказал я играю типа 4 1 но я уже обещал почему я тебе и тебе скажу так просто типа мы играем постоянно одними теми же людьми и мы знаем что скиллс особо ничего никогда не говорит за кого бы он не играл ничего не понимает даже в конце бывает когда 50 на 50 до сих пор сидит для те не понимает он вообще мафия нет нет а если ей но если такой человек то пусть уходит бесполезный бесполезный красный тоже нам нахуй не нужно его селединиться единица уходит сейчас я понимаю я понимаю да спасибо так ну да как я уже говорил первом раунде весь средний ряд заиграл с марком и я тоже также подметил что скорее всего это получается он красный мафия тоже кресет с ним заиграла вот он пока максимально красный говорил лично для меня вот пока что максимально черный для меня говорил той седьмой как я понимаю вообще в целом любит больше играть за мирного и по поводу активности в роли мирного я у него так особо не заметил ну как у марк марк особо ничего не сказал просто почему ко мне все так сказать присоединились не понимаю так далее подозрительные меня единица также вот потому что ну говорил он пока не просто ничего не сказал вот сейчас мы послушаем но я хочу выставить еще лик также третьего игрока чтобы он еще поговорил вот что он по этому кругу тоже забрал какую информацию поиграю четвертым спасибо наташа ну смотрите мне кажется марк что красный потому что с ним но если бы он был мафией ну как говорили на первом кругу он бы мне кажется не убивал дину как мне кажется потому что на мафии обычно нужно играть с теми кто с ним играет ну в общем ему невыгодно было его убивать возможно вот дальше по поводу слов в лохе восьмерки но он не вызвал очень много доверия также окрасился передо мной ликс очень сильно не знаю по поводу ванессы 50 на 50 первый круг ты говорил более увереннее тоже начала сомневаться после чьих-то слов в магия странно очень то что они с караваем то есть каравай и вкинул в магу а мага обратка обраткой в кровать наоборот ну да наоборот ну в общем также двенашка двенашка вкинул резко гуакамоле ну просто сразу горит очернил его то есть это как-то странно то есть на первом ходу говорить что он точно черный и то что я точно красная не знаю по мне так очень подозрительно для меня пока 12 хочет ко мне к моему мнению как-то присосаться спасибо большое красная да наташа я люблю присасываться обычно короче назвал я тебя не очень красная больше красный потому что ты сказала что 4 не такой красный для тебя на просто андрюш я не слышно все орныч а я назвал 4 черный поэтому ты была покраснее надеюсь должно быть понятно для тебя алоха 4 сказал между 13 есть один черный а потом он сказал что они оба очень подозрительные то есть он не сказал что между 13 есть один красный игрок это выгодно четвертому раздувать конфликты и очернять игроков оставляю 6 парень на своей речи сказал а не понял 12 я вроде доступно и на русском говорю поэтому я думаю игрок на 6 покинет не комиссар спасибо спасибо дима согласен полностью с мнением двенадцатого понимаю короче что с алоха и по ходу мне долго не прожить так как до красного игра так как если я буду мафии но то есть он говорит о фк красные ему не нужны максимально согласен с двенадцатым игроком что четверка просто пытается развить конфликты как говорится и просто всех подмазать но все больше ничего не могу сказать играть буду с караваем максимально красный игрок на этом столе можно первым оправдываться спасибо большое покажите пожалуйста кто у нас выставлен 1356 правильно больше никто ну я походу один все равно голос будет окей сейчас меня донат у тебя донат извиняюсь хорошо я могу говорить у нее донат подожди но она наоборот молодец видишь она услышала и вытаскивает наушники потому что мало ли кто-то этом ну инфузы закинул короче как я считаю вот любой мирный житель бы давно понял что марк это красный игрок и скилз просто опять попытался как делать еще до этого в играх подсосаться к чему-то мнению я считаю скилза черным игроком и считаю инсайдера черным игроком потому что инсайдер просто с первого хода что ему не свойственно пытается ко всем кого-то выделяет красным чтобы просто теряться в доверие как я считаю спасибо за твою оправдательную речь я просто ему поправился мага ты же вроде говорил что инсайдер на тебя красный игрок сначала после второго раунда очень странно скилз я с тобой не играю потому что ты для меня черный игрок у меня непонятен игрок для нас сейчас вообще не понял то что он сейчас сказал на марка марка до сих пор считаю красным игроком вот я с ним не играю просто считаю его красным игроком просто так думаю насчет инсайдера вообще тоже не знаю пока что я буду голосовать против коза я пас спасибо дмитрий лекс твои 20 год ну на данный момент для меня почему-то бодаются 6 10 постоянно и 4 12 в этот ход я буду голосовать против единицы почему каравай для тебя стопроцентный красный игрок ты играешь с ним ни с того ни сего ты его даже не упоминал нигде то есть но не понял хода и не знаю я против тебя сейчас буду голосовать спасибо дим давайте когда голосовать кто против игрока под номером один раз два три четыре пять шесть спасибо там себя голосует короче скилз тельтанул сам себя слил короче вы хотите увидеть дальнейшие голоса но я думаю они уже бессмысленные потому что они могут голосовать как угодно тогда ты как говорится слит у тебя есть одна минута последние слова я был доном короче сейчас уходит 12 сейчас уходит 12 просто на экспрессе блять просто 12 вот так ушел чисто красиво красиво ушел пацан я не понял все все засыпайте засыпайте все тема телефон так ждем алоху все алоха заснул просыпается мафия блять сука блять проснулась мафия кого мы будем хуярить в этом ходу ну давайте ребят подумайте подумайте покажите мне цифры все мафия засыпает просыпается дон мафии дон мафии делает свою проверку дон мафии засыпает просыпается доктор доктор делает свой выбор и засыпает просыпается шериф шериф кого бы вы хотели проверить этой ночью шериф засыпает и утро утро для всех роми номера двенадцать неожиданно может комиссарий доктора скрыться есть шериф скройте это все тебе нельзя говорить может комиссарий доктора скрыться ты умер файл верните Андрея он вместо камеры я его не смогу увернуть что там очередь там члены стоят он же все равно умер какая разница может от комиссарий доктора скрыться короче кто говорит общий раз общий раз общий раз можете валить что угодно есть 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 минута общего мне понравилось то что когда скиллзоров сказал что он дон Вадим так переспросил его может ты хотел сказать ну типа доктор нет 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 я думаю что это просто так сказал нет Вадим попытался скиллзора до этого задефать когда он сказал он всегда так играет на самом деле я уверен что он был мафия и я не верю что он мог так затупить когда сказал нет но если цепляться к Вадим он его два раза дефал он его в перк когда его олок еще выставлял я его задефал я его задефал потому что у Наташи я ему сказал как бы что у Наташи есть какая-то активная роль вы можете просто сейчас раскрыться я уверен что инсайдер просто вначале ко всем попытался доверия как сказать ко всем это кому ты помнишь какие числа я говорил ты говоришь ко всем это не самое кстати 4.8.10 и Каравай то же самое сказал что я ко всем но я не ко всем я говорил роли и кстати их было меньшинство за столом с кем я играл но ты и Каравай говорите что я цеплялся ко всем причем я аргументированно говорю ты говорил 4.6 4.8.10 хорошо инсайдер то мафия да правильно я мне кажется что у нас за столом еще их 2 это 5.6 объясняю почему шестерка я думаю что он бы не сказал по поводу да но смотри я потому что знаю что ты вежливо играешь ну и тактично в мафию а тут ты воспользовался инфой я тоже знал инфу что марк красный 100% ну ночью спалили а ты сказал ты озвучил я не озвучивал вот в чем вся разница поэтому я с ним играл я не подсасывался к нему так же весь ход а ну ну короче я потом могу все разжевать для меня короче давайте по времени давайте по времени тогда начинаем с марка марк ты первый короче смотрите сейчас на столу все хуёво потому что я думал что 12 это мафия потому что он сейчас в конце подсосался к первому это был дон мафии блять смотрите а сейчас нужно вскрыться доктору и а доктора нету нужно вскрыться комиссару и просто элементарная математика игра закончена играю 5.6 это для меня максимально красные игроки карвай если ты меня обозначил красным но не хочешь в темно играть я тебя сейчас прошу притягиваться играть со мной с магой инсайдер очень очень странный типа с начала игры как магу уже я сказали ко всем как-то пытается подсосаться найти себе пару но с ним никто играть не хочет по поводу ликса тройки ликс в своей речи не ищет себе никого с этим столом никакой пары ни с кем он играть он сидит сам по себе он просто обозначает кто с кем уже в паре а сам он за столом просто один он не хочет ни с кем играть сейчас ты взываешь максимальное подозрение и подумаешь что ты ещё мало говоришь хочу очень послушать Алоху и Генсуху очень странно она點 начала отыгрывать тоже от молча Ябка, все, спасибо. Марк, а вот ты выставил. Я не того, а... Ты не можешь выставить. Давай инсайдеры семерку. Инсайдеры семерку, хорошо, спасибо большое. Вать, пятерочка. Я не понял насчет инсайдеров, что я говорил с кого-то там подсосуешься. Я вообще про это не говорил. Я с магой ни с одним его словом не согласен был. То, что он с самого начала нагнал на меня. Но сейчас он для меня более серый игрок. Мне сейчас не нравится. Это Наташа очень сильно. Я еще не знаю, как Аллох играет. Просто интересно. Ты понял, почему я это сделал? Мне еще непонятно, как еще ВНС. Мне интересно, что скажет еще ВНС. Очень хочу послушать его. И интересно, что скажет еще Аллоха. Пока что для меня... Не знаю, почему-то для меня Дима красный игрок. Вот прям, ну как... Даже не больше красный, просто серый игрок. Он не похож вообще на мафию. Он не так играет за мафию. Не знаю, он не ищет себя никакого партнера. Он соло играет, записывает все, что говорят. Ну, в общем, ладно, присмотрюсь еще. Мне нравится только одиннадцатый. Кого-то будешь выставлять? Ну ладно, давайте одиннадцатый выставлю. Хорошо, спасибо. Мага, твоя минута. Для меня, на самом деле, я как думаю... Семерка только что сделал для меня пятым и красным игроком. Вот у меня вопрос. С Десятка-одиннадцать у вас активные роли? Просто вскройтесь, и мы выиграли эту игру. У вас есть какие-то роли? Вскройтесь, и мы выиграли игру. Мы выиграем игру. Просто вскройтесь. Короче, как я все вижу... короче как я все вижу скорее всего или у десятки одиннадцатый активные роли инсайдер просто самого начала попытался всем подлизаться это для меня черный игрок и возможно алекс потому что он просто ни с кем не играет хотя он там все выделяется пишет там пальцами машет во время игры и так далее да я выставляю инсайдер выставляю ликса какие-то активные роли спасибо большое вань твоя минута ну я не помню кто начал это что я ко всем подсасывающих всех союзников так не было ребят если вы не следите за мной крова если ты этого не говорил тогда сори ну все я с тебя потенциал не снимаю если этого не говорил я понял тебя значит это мага первый это бросил марк ты ошибаешься не надо это подхватывать я еще раз говорю я ко всем не подсасывался это было меньшее число игроков за столом я сказал 4 что ты красный потому что слышал инфу ночью вот но я это не озвучивали вежливость потому что у нас так не принято а мага это озвучил вот почему поменял свое мнение насчет магии то есть он тип озвучил я вот знаю я красной с вами играю поэтому для меня мага стал черным я также играю 4 8 действий аргументировал почему то есть у меня все было я не подсасывался не было три игрока и шестым я ошибся просто все я аргументировал сказал почему сми играю вот ребята все я не знаю кто это ну по моему мага начал что я ко всем нет не было такого ко всем если внимательно следили за игрой то вы должны понимать что это странно выдвигая шестерку да и для меня это сам черный игрок спасибо большое а лоха тут немного петушины и бои идут между красными игроками объясняю короче что происходит с этим столом 76 его оба красная если что вы просто петушитесь между собой потому что и другую не понимаете тройка скорее всего красный но может быть и черные после первый раз играю с этим человеком язык может играть объясняю семерки почему 56 точно равно точно если черный между ними разноцвет ты говоришь что 56 могут вместе черными там черными вместе никогда не будут я не верю никогда что за этим столом ты говорил предыдущий своей речи то что 56 от выка черных вот и видимо передумал от из класса ты его правда шоке но это не так пятерка точно черный объясняю почему первый открывается он был доном это сразу все поняли типа он сказал это напрямую но это было очевидно человек нереально по черному типа это был не просто реально был доном потом идет 3 3 открывается тот чё сказал ничего об своей речи окей пропустили 4 4 говорит я не играю 1 3 5 говорит я играю 14 тыс а зовут своего одного дома к себе в команду и взял четверку самого красок который потом всех растяется есть пятерка диз точно черный если 56 разноцвет то пятерка черной а шестеркаMS будет красным всегда к тоже каждый потому что заиграл за всеми красными игроками за столом или зал-полченко схема команду ты типа ты егостович от черным только если остается типа угода и кгит и ру trois черного карта заиграл всеми красными игроками но это вряд ли Agreed так если ты просто красный сыграл по дуфолту на ряд опять же не могу быть уверен моя aun invers Rechtsа команда это 46 78 ты Подметил правильно, что в десадке активная роль Потому что он сказал, что он выиграет игру Но у меня не складывается пазл, если сейчас черный 1-5 А 1-5 точно черный, то кто с ними еще черный остается Если 3, 4, 6, 7, 8 красный Меж 10-11, 10 не скрывается Активной ролью, ни доктором, ни комиссаром Значит, скорее всего, он за черную карту сказал, что он выиграет красную игру Вероятно, потому что у меня просто складывается пазл Либо 10, либо 11, в остатке Третий черный, между 5-6 Точно пятый намного чернее, чем шестой 6-7 оба красные, перестанет их злого дышить Да, я заканчиваю, выставляю пятого, а пятый сейчас уходит, спасибо Хорошо, спасибо, Вань Вот что первое я заметил Ну, обратил внимание, точнее, восьмерка Очень гнала на 12-го Потом 12-го убивают И мне кажется, это такой ход Может быть мафии Просто прошу обратить внимание на это Потом, что это меня проснулся Тихо, мага Восьмой говорил, что, скорее всего, 12-й мафия Но после этого, после вот этих вот громких слов Ну, он просто очень сильно акцентирован на это внимание Его убивают И он, может быть, отводит подозрения от себя Плюс седьмой все-таки для меня черным больше кажется Потому что он больше оправдательную игру играет А это он так делает, когда играет за мафию 11-й, скорее всего, черный Потому что реакция на голосование против Скиллзора была У меня здесь корда кикнула, я ничего не слышала Выставляю на голосование 11 Пока не сошла Я ничего не слышала У меня здесь корда кикнула, я еще думала У тебя на голосование выставили А у нас антишлюк стоит просто Возможно, у нее активная роль, действительно Но я больше склоняюсь, что она мафия Вот И, ну, она играет как-то Ну, рофлов от нее вообще не сходит Она пытается очень серьезно играть Мне кажется, пытается затащить за мафию Мага окраснился Третий для меня все равно какой-то подозрительный, мутный Очень зажатый Ни с кем не играет Вань, заканчивай речь тоже очень долго Ну, вот пятый, не знаю Вот пятый вообще ничего не могу сказать Я красный Вот, про меня, по поводу того, что мне говорили У меня активная роль ошибочная Я хрень сказал в начале У меня никакой роли нет Я просто обычный Хорошо, спасибо, Вань Натаха Я все забыла, о чем хотел сказать Просто раскройся и все По очереди Потому что все говорили Я комиссар Я проверяла Гоакамоле Первый раунд Потому что к нему все подсосались И мне показалось, что он очень черный И очень странно, что матча друг за другом подсасывается к нему Он красный Двенадцатый тоже был красный Мне очень было странно, что он меня сразу окраснил Марка очернил Короче, вот я двенадцатку проверила Да, это тоже было мимо А он тоже был красный Меня сейчас убьют У меня очень большие подозрения на Каравай Ну, Каравай, потому что Да, я ставлю как есть И инсайдер Инсайдер Для меня максимально, ребята Играйте сейчас с Алоха Играйте с Ванесом Играйте с Марком Просто знайте и все Если есть здесь доктор Похильте меня И мы выиграем игру Зачем ты вскрыла сейчас? Для чего, блядь? Все, все, все Потому что меня убьют Ты не знаешь, что будешь с Марком играть Да тебя не трогали, мне кажется Ликс, твоя минута Ну, я просто исполню Переживала Ну, если Наташа настоящий комиссар Я готов играть с восьмеркой Я на самом деле готов играть с четверкой Потому что он меня сначала считал черным игроком Потом он меня обелил Или окраснил Я не знаю, как лучше сказать По поводу того, что между пятеркой, шестеркой Черный игрок я согласен Но я не согласен Допустим, Солоха Что пятерка чернее, чем шестерка Потому что шестерка кидает просто на всех Он просто на всех кидает У него каждый игрок С каждым раундом может быть черным игроком То есть конкретики я от него никакой не вижу По десятке Ну, Наташа сказала, что ты с десяткой будешь играть Правильно я понял? Ну, то есть, что он нормальный для тебя Ну, мне кажется, да Просто десятка Десятка сначала кидала в первом раунде С единицей с семеркой она играла Потом с семеркой она Ну, единицы уже не стала Потом она не играла с четверкой, шестеркой с семеркой То есть первый раунд семерка играла, потом семерка не играла. Немножко непонятный ход. Я сейчас буду играть с четверкой-восьмеркой, с одиннадцатой комиссар, потому что мне нет повода ей не верить. И я не знаю, я против пятерки не хотел бы голосовать. Я, наверное, выставлю шестерку, если ее не выставлять. У меня шестерка более черной связки пятерка-шестерка. Ликс, ты за чеканчивая речь тоже очень много. Все, все. Выставляешь шестерку, да? Шестерку, да. Все, спасибо, Марк. Второй раз говорить, брат. А, стоп, мы с тебя начинаем, да? Я думаю, я... Так, кто у нас выставлен? Я. Я могу дочесть? Нет, подожди. Пять, шесть, семь. Ну, еще Наташу я выставлю. Наташа, мне кажется, была выставлена тоже. Пять, шесть, семь, одиннадцать, правильно? А десятку никто не выставлял, нет? Не, никто. Никто, никто. Наташа, начнем с тебя. Двадцать секунд, почему ты не Мася? Ну, я уже вскрылась. Я вскрылась, чтобы было больше шансов. Хотя я думала, типа, вскрываться или не вскрываться. Да, правильно, типа, восьмерка говорит, что не надо было вскрываться. Потому что, ну, меня никто не замечал. Покраснится максимально. Ну, и все равно подохнуть, блядь, в этом раунде. Не знаю, просто дала вам плюс-минус ориентиры, с кем играть. Все. Хорошо, спасибо. Вань, давай теперь ты, семерка. На самом деле, очень полезная магия информация была. Он прям так наставил, вскройся, вскройся. Потом Наташа такой говорит, прям напрямую. Наташа, вскройся. Ну, типа, что? И она такая вскрывается. Это максимально странно. То есть, никаких признаков комиссарства она не подавала. Соответственно, они, по ходу, тупо, ну, так странно вместе играют. Это что? И проверяла 12 и 4. 4? Серьезно? Я думаю, будет очень рофельно. Если у нас девятка была комиссаром, это будет тогда вообще гага. Я просто обычная, мирная, неактивная роль. Все, что я могу сказать. Это веселая игра, как минимум. Много. Короче, инсайдер для меня просто краснел караваи. Я так и думал, что между десяткой и одиннадцатой есть какая-то активная роль. Если вообще не понимаю, как Ликс. По-моему, Ликс просто только что спалился. Как можно не верить Генсухе, что она комиссар, когда она ни разу за все игры не фейковала. Ни разу вообще за одну игру. По-моему, если Дина был не доктором, тут есть доктор. Он может... Он не скрывается, он просто лечит Генсуху. Она может проверить Ликса. По-моему, Ликс и инсайдер две мафии. Как я думаю. Спасибо, Мага. Да. Спасибо, Вадим. Твои два секунда. Во-первых, Мага. Диман сказал, что он доверяет Айвадиннадцатой, во-первых. Во-вторых, Алоха, ты из башки взял, что я играю с первым игроком? Я с самого начала сказал, что я с ним не играю. Он в прошлом ходу, когда перед смертью сказал то, что я хочу играть с пятым. Я ему после его речи сказал, что я не играю с тобой. Я не знаю. Для меня сейчас более черный игрок это семь. Не знаю. Сейчас Мага сказал про Димана. Хотя Дима сказал то, что он играет. Ну, типа он говорит то, что одиннадцатый, у него красный игрок. Не знаю, Мага, чем ты слышишь? Вадь, спасибо большое за твои двадцать секунд. Нет, больше нельзя, к сожалению. Ребята, на голосовании пять, шесть, семь и одиннадцать. Давайте, кто против номер пять? Покажите свои руки. Раз, два. Две руки. Давайте, вот так два пальца поставим. Мага, кто против шестого номера? Два голоса. Спасибо. Три. Вадь, ты голосуешь против шестого? Хорошо, три голоса. Кто против номера семь? Три голоса. И кто... А, Наташа не остается, да, голосов? Правильно. Ребята, у нас... Извини, почему три голоса? Шесть и десять проголосовали, а не за седьмого, или кто еще? Десять, шесть и четыре. А, за шестого я проголосовала. За седьмого, да? За шестого проголосовал Каравай, Наташа и ты. Правильно? Оправдание, оправдание. Да, я за Каравай проголосовала. Погоди. Три-три. Да, можно оправдание, правильно? Так, стоп, покажите пальцы, я, блядь, запутался. Нет, все правильно, семь, шесть, по три голоса, все правильно. Да. Семь, шесть, по три голоса, все, давайте, по 20 секунд, давай, Манга. Короче, просто посмотрите, как только тройка и семерка, после какого-то ожидания докинули мне руки, я говорю, что... Ликс говорит, если Генсуха реальный комиссар, то я буду играть с ними. Как вообще можно сомневаться, что Генсуха комиссар, когда она ни разу не фейковала за все игры, понимаешь? И сейчас тройка и семерка просто докинули за меня голоса. Я сразу сказал, что буду против тебя. Я с самого начала... Секунд, пожалуйста, 10 секунд, пожалуйста. Я с самого начала сказал, что Марк красный игрок, с самого начала. Инсайдер это подхватил и просто пытался всем доверия влиться. И как подтверждается, он реально красный игрок. Просто включите голову, трехка и семерка, это две мафии. Хорошо, спасибо, Мага, Вань. Теперь твои 20 секунд. Давай. Ну, начнем с того, что не все подхватили. И как ты говоришь сначала, ну, происходит одно, а ты говоришь совершенно другое. Не было того, что в тебя докинули. Я изначально тебя номинировал, я в тебя проголосовал. Не было там никакого докидыша. О чем ты говоришь? Я просто обратил внимание, что это странно. Ты говоришь, вскрывайся, вскрывайся. И Генсуха такая, я за комиссара. То, что в прошлом за комиссаров там фейково не скрывалось, я не помню. Даже если бы было, какая разница? Что это за аргумент? О чем ты вообще? Потому что это очень странно. Я думаю, что девятка был на самом деле комиссаром. И она типа проверила 12-ю, четверку. Но это максимально странно для меня. Ребят, не знаю. Ну, Мага, короче, очень странные вещи, противоречивые. Я не понимаю. За столом происходит одно, он говорит другое. И во все в разные стороны от львови летит. Хорошо, Вань, спасибо большое. Давайте, я думаю, сделать для себя какие-то выводы. Голосуем. Кто против номера 6? Поднимите руки, пожалуйста. Один голос. Кто против номер 7? Ну, оставшиеся, получается, голоса. Все, Вань. А почему инстайдер не проголосовал против Маги? Так нет, ну, у нас же автоматом друг с друга идут руки. Да, да. Я забыла, что... Последняя минута, можешь высказаться. Давайте, я, наверное, чтобы никому ничего не помогать, не подсказывать. Наверное, я скажу так, чтобы вам было интересно играть. На самом деле, в Дон Мафия, ребят, удачи вам. Хорошо, спасибо, засыпайте. Просыпается Мафия. Мафия, ну что мы будем делать? Какие у нас есть варианты? Пожалуйста, руки в камеру. Мафия засыпает. Просыпается Дон Мафии. Дон Мафии делает свою проверку и засыпает. Просыпается Шериф. Шериф, кого мы будем проверять в этом году? Шериф делает свою проверку и засыпает. Просыпается Доктор. Доктор, кого мы будем лечить в эту ночь? Доктор сделал свой выбор и засыпает. Утро. Умер игрок под номером 11. Обсуждайте 1 минута. Короче, ребята, это элементарная математика, как я вначале сказал. Ликс. Ликс либо Лохам. Не, 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 Лоха красный игрок. Я сейчас топи. Мага, а почему ты на меня топишь? Я просто не понимаю. Смотри, Ликс, объясню, потому что ты, во-первых, докидываешь руку за мафией. Во-вторых, как я вначале сказал, между 1-3 Мафи, оказывается, вы 2 мафии, ебать. За кого я докидываю руку? Если Сайтером докинул руку в Магу, блядь. Я в Магу сразу, глупавые ровники. Так, короче, не орите, не орите. Подожди, ты тоже можешь прожить. Дайте, я скажу, дайте мне 10 секунд, потом можете говорить, что угодно. Смотри, я объясняю на четверке. 3-7 не докидывал никуда руку. 3-7 Андреевина проголосовали за Магу, а докинула пятерка, если что, третий свой голос. Докинула один. Я объясняю на четверке. Сейчас я говорю шестерке, точнее, я говорю шестерке всему столу. Что бы сейчас ни произошло, и кто бы сейчас что ни сказал. Ну, все нарадокватные люди, все красные карты сейчас, точно убирают шестого игрока. Даже если он красный. Я объясняю почему. 6-7 точно разноцвет. Между 6-7 нету одинаковой карты. Если ушел семерка красный, значит идет шестерка черный в разноцвет. То есть 6-7 это всегда разноцвет. Всегда. У нас времени нет. Можно я тебе объясню? У нас времени нет. Ивен, дай 30 секунд лишних, пожалуйста. Так это общее, говори, что хочешь. Я проснулся. Я проснулся, я с самого начала говорю, что Марк красный игрок. Это подтверждается. Это подхватывают другие игроки. Я сразу поверил Охе, потому что это он сказал вторым, что он играет со мной и с Марком. И потом инсайдер это просто подхватывает и говорит, что хочет. Потому что хочет ко всем в доверие присосаться. У нас что думаешь? Для меня инсайдер просто окраснел Каравая. То есть когда он сказал, вначале Каравай черный игрок. Потом он говорит, это я черный игрок. Потом он говорит, нет, Каравай это все-таки красный игрок и так далее. Потом остается, просто остается для меня Ликс и Алоха. Но Ликс просто... Ты с Алохой сказал, что играешь. Ликс. Можно скажу? А кого проверила Генсуха? Скажите, пожалуйста, еще раз. Четвертого? Она проверила 12-го и проверила. Короче, послушай, шестерка. Даже если ты красный игрок, ты чувствуешь баланс, понимаешь? Ты уйдешь в баланс. А смысл это делать? Подумай головой. Большой смысл, потому что если Морк ушел красный, мы ее убьем еще на красном, мы проиграем. Понимаешь? Мы самые мутные на данном столе. Ты уходишь в баланс. Большая разница. Ты уходишь в баланс при любых сейчас. Я сказал, что у Генсухи либо у Ванессы какая-то активная роль. Я сказал, что Марк с самого начала... Да, да, да. Это подтвердилось и ты принадлежил красный игрок. Какая разница? Я могу тебе объяснить, почему. Да, ребят, давайте по времени. Так, пусть у всех свое слово будет. Пятерки. Давайте. Все, по времени. Пятерочка, ты начинаешь этот стол. Я вообще не знаю, что сказать. Мне сейчас очень трудно, потому что Алоха говорит, что еще какой-то разноцвет будет. Ну, я так понял, это седьмого мы убили. Значит, с шестого можно выгнать, чтобы был... Ну, я понял, баланс небольшой. Окей. Для меня почему-то все равно сейчас вот... Вот я не знаю, я говорил, что он серый игрок, но сейчас Ликс для меня реально черный игрок становится. Я не знаю, просто... По его действиям, по его эмоционалу как-то он... Блин, я не знаю, он по-другому начал играть. Я не могу ничего сказать. Марк 100% здесь красный игрок у нас. Почему Алохи все верят, я не знаю. Никто не подозревает Алоху. Я, короче, не знаю пока что. Ты 100% выставляешь, Вадь, не забудь. Меня Мага выставит. Опять я Алохи верю. Ну, окей, выставим. Но его выставят, типа... А Мага 100% выставит. Ты можешь, типа... Я хочу Алоху еще послушать. Давайте весьма выставит. Хорошо, спасибо. Мага, твоя минута. Блядь. Что мне опять потерять? Я все, я все объяснил. Да все, можно скипнуть. Можно скипнуть и речь. Ликс, Ликс просто ни с кем не играет. Потом, когда против меня голосование, спустя 3 секунды они вдвоем поднимают с инсайдером руки. Просто подумайте. Это вообще вам ни о чем не говорит? Я говорю, что Марк красный игрок. Генсуха в итоге говорит, подтверждает это. И Ликс говорит, и Ликс, я опять же повторяю. Ликс говорит, если Генсуха реальный комиссар, то так уж и быть, я играю с тем-то, с тем-то, с тем-то. Как вообще можно верить, что... Не верить в Генсухе, что она комиссар, когда она ни разу не фейковала? Если я даже бы ей намекал, что... Не надо браться за другие игры прям так жестко. Она вообще-то фейковала, и я это помню. Если ты это не помнишь, то... Я играю с теми, кого назвал Генсуха как минимум с одним... Ты сказал, если она реальный комиссар. Все, мага. Заканчивай свой ход, выставляешь. Хорошо, спасибо. Алоха, твоя минута. Выставляю 6, выставляю 3. Объясняю всем красным и шестом. Мы шестой тоже, скорее всего, красным, но ты сейчас уходишь. Понимаешь, если ты красный круг, ты все равно уходишь. Баланс. Я тебе объясняю твои черные ходы. Во-первых, ты кричал в своих ходах. Вскройся, активная роль, вскройся. Вскрывается активная роль, ты можешь просто детективить комиссара, чтобы его убить. Чтобы она не делала дальше проверки. Твой первый черный ход. Во-вторых, ты просто играешь оверактивно. Я согласен, для меня тройка, но я почти уверен, что только черный. Но ты все равно уходишь в баланс. Как бы там ни было. А дальше мы все остальные люди, красные, смотрим по отстрелам. Кто дальше уходит? Но не факт, что после этого еще идет тройка. Потому что если мафия куда-другой... Допустим, представь, что мафия десятка. Мы сейчас тебя убираем красного баланс, третий не отстреливается. Мы такие, типа, нолки, черный мафия третий. Мы убивали, допустим, третьего, и все, мы проебали, условно. Понимаешь? Но ты все равно уходишь в баланс, потому что... Смотри, я тебе еще раз объясняю. Если ты обязываешься в баланс, потому что если ты не уходишь, а ты потенциально черный, и мы выбрали седьмого красного, то мы проигрываем. Ты уходишь в баланс, а остальные люди уже потом решают. Пятерка, скорее всего, красный, который просто плоховато играет. Я так это понял. Четверка то, что красный, типа, играю пока что 8-4-5. Шестой красный, но уходит в баланс. Там будем думать, что 3 есть, где 3, типа, намного чернее сейчас, потому что, ну, там уже давали много аргументов, нечего повторять. Десятка, вот, тоже очень странный парень. Я пока что не понимаю, что он делает. Послушай, что он еще говорит, но все аргументы на уровне... На уровне неважно. Пас. Шесть-три, сейчас уходит шесть. Все красные выбирают шестого. Спасибо. Спасибо. Ну, кстати, я тебе, Лоха, скажу, что ты закинул в Адю то, что ты сам придумал. Типа, он не говорил, что он играет с единицы. Он с самого начала хода сказал, что с единицы я не играю, Дим. Типа, вот, это было не нулевка. Это было не нулевка. Да, не важно. Да. Он специально приметкал. Вань, давай, твоя минута. Короче, для меня Мага красный, четвертый красный, пятый, скорее всего, красный, потому что семерка с ним не играет, третий с ним не играет, восьмерка молчит по поводу того, что он говорил о открытых активной роли. Мага изначально говорил, что кто-то из вас активную роль... А, кто-то другой... А, это Ваня говорил. Это я говорил. Я говорил, что десятый. Нет, ну, типа, ты знаешь, там, кто он. Не важно. Ладно. В общем, что я считаю? Либо третий, либо восьмой черный, последний. Сто процентов. Восьмой, я считаю, хочет просто продлить игру, убирает сейчас красного игрока, чтобы уйти в угадайку и выиграть. Мне кажется. Вот. Потенциально... Ну, больше согласен, что убирать седьмого и шестого якобы могло было бы... Ну, то есть это имеет смысл, да, там, нормальной мафии, там, уравнять шансы. То есть точно. Но мага с кем он... С кем у него была бы тогда мафия? У нас единица, семерка точно, скорее всего, были черные. Одиннадцатый точный комиссар. Девятого просто убили. Вань, заканчивай речь. Ну, в общем, я вставляю восьмого. Он выставлен. Он выставлен. А. Я просто не... Спасибо большое. Дмитрий Ликс, ваша минута. Сейчас будем голосовать за магу. Я согласен на баланс. Дальше я буду при своей претензии предъявлять десятки. Потому что для десятки черные игроки были. Точнее, игроки, которые для него больше серые. Это четверка, шестерка, семерка, восьмерка, двенадцатый и одиннадцатый. По ходу, все игры были. По ходу, все игры он назвал. Вот всех этих игроков называл. То есть у него почти весь стол, получается, был черными игроками. Для меня это крайне подозрительно. Я также буду играть с четверкой и восьмеркой. В следующем году, если остается выбор между, допустим, пятеркой и десяткой, и мной, ну, я буду за десятку, само собой, играть. Потому что я красный игрок. Пятерка для меня более красный, чем даже серый игрок. Десятка, мне непонятно, почему он маркирует всех черными. Большинство стола. Это странно. Спасибо большое. Шестерка, восьмерка я играю. Ты выставляешь кого-то или остаешь как есть? Оставляю как есть. Спасибо, Марк. Закрываешь стол. Никого не обозначал тут черным игроком, Дим. Он сказал, что я серый игрок, вот и все. Очень странная речь у Ликс сейчас была, как минимум, потому что под конец игры, наконец-то, когда он одна ебучая мафия осталась, началась с кем-то играть. Да, давайте сольем шестерку, потому что, Марк, ничего личного. Потому что, как Аллоха уже объяснил, 6-7, это как бы две разные команды. Красные и черные игроки. Поэтому кто-то из них по-любому был мафией. Семерка вроде бы играл с единичкой. Если не ошибаюсь, помнят, кто с самого начала единицы? Сто процентов он был. Он играл с единицей, нет? Нет? Да без разницы. Ладно, ну похуй, давайте закончим уже эту игру тогда. Все, хорошо, все, спасибо, спасибо. Кто у нас на голосовании? Я, я, я оправдуюсь, да? Мага, мага и все. Нет, Аллоха еще. Аллоха, Аллоха, Мага и Аллоха, по 20 секунд. Мага, давай, ебашь. Короче, объясняю, скилз, это был мафия, он сам спалился, что он Дон, инсайдер. Короче, по-моему, девятка была доктором. Девятка была доктором. Аллоха предложил логичную вещь, но мы можем пройти против логики, и убрать тройку, и мы закончим эту игру. Когда тройка подумал, что у него есть хоть какие-то шансы, он начал с кем-то играть, и говорит, пятерка, понятно, что для всех красный игрок, что Марк для всех красный игрок, и он решил убрать десятку. Вас это вообще никак не смущает? Я буду голосовать против логики. Нет, я не роблю, я говорю, вот, на полной игре уже два кона. Хорошо, спасибо, Мага, Аллоха, твои 20 секунд. Я объясняю шестерке и десятке еще раз. Шестерка говорит, нарисуй тогда мне черную команду, а тебе рисуй черную команду, 1, 6, 10. Может быть, два черной команды, и если мы собираем тройку, то уигрывать черную команду 1, 6, 10 потенциально. Я почти уверен, что вы оба красные, но такая команда существует, типа его очень легко нарисовать, потому как и шелстол с нулевой игры. Типа, то, что... Я объясняю десятки, если ты красный, почему не могу быть черным? Я с первой, я с нулевки топил первого, и орал, что первый уходит. Я с нулевки кричал всем, я объяснял красного, типа, играли все с четвертым, а я был один из первых, кто с ним играл. Играли, типа, с ним шестерка и я. И я кричал все ходы, почему четверка красная. Объяснял это также двенадцатому, который оказался красным, но я думал, что он не черный, потому что как он элегировал на первого, типа, я был уверен, что он черный, но он оказался красным. Сейчас мы точно убираем 6-го, хоть он и красный, скорее всего И потом мы будем думать Потому что я не хочу привыкать к маде, 1-6-10 Такая вероятность имеется Спасибо Спасибо, стол, мы голосуем сейчас против номера Сейчас я выкрикну, просто подумайте Если Алоха в матче Хорошо, я тебе делаю замечание, и в следующий льгбе ты не будешь говорить Все, спасибо большое Сейчас мы голосуем против номера 6 и против номера 8 Кто против номера 6? Поднимите ваши руки Раз, два, три, четыре Четыре голоса и один голос в Алоху Мага, тебя выкидывают А, Ликса? Ты думаешь, что это что-то изменит сейчас, Мага? Ну, если люди не толпоебают, то что-то изменят, наверное Ну, уже все проголосовали Я могу Ликса сейчас поднять Мага, я могу Ликса поднять Нет, нет, я в самом деле, да Давайте каждый скажем Поднять Ликса Нет, 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 нормально, последнее слово Короче, девятка, походу, была доктором Одиннадцатый комиссар Первый это Дон, очевидно, семерка И остается и Ликс Просто уберете Ликс И вы закончите эту игру на next ходу Всем спасибо за игру Ребят, мы будем еще одну играть Хорошо, спасибо Мы же без доктора играли вроде бы Нет, нет, уже поздно А с доктором Вообще еще особи мафии Спасибо, Мага Засыпайте Засыпайте, засыпайте Главное, чтобы никто ничего не видел И просыпается мафия Мафия делает свой выбор Мафия делает свой выбор И засыпает Просыпается доктор Доктор, кого мы будем лечить в эту ночь Доктор лечит одного из игроков И засыпает Просыпается Дон Мафии Дон Мафии делает проверку И засыпает Просыпается Шериф Шериф стучится к одному из игроков Делает проверку И засыпает Утро Утро доброе для всех Кроме человека В розовой фуражечке Без последнего слова, да? Без последнего слова Марк, спасибо за игру Спасибо вам Тебя убили Теперь очень интересно То, что восьмого не убили Он здесь лидер вообще Он каждому навязывал свое мнение Как объяснить-то мне? У вас общая Может, что попало Говорить вообще похуй Мне интересно Почему убили Почему был первый ход Когда убили девятку Как сказали Что это была нелогичная смерть Для мафии Потому что, ну, собственно Не самый сильный игрок на столе И, грубо говоря Он ничего особо не говорил И почему сейчас убивает четверку Четверка, которая Обращу внимание Гнала на меня Которая меня считал Больше всех черным игроком Вот это для меня странно На данном этапе Для меня десятка будет, наверное Ну, я не знаю Я с восьмеркой играю до сих пор Для меня восьмерка не черный игрок Потому что четверка играла Четверка играла Смотри, одиннадцатый Четверка проверенный красный Одиннадцатый комиссар Другой комиссар не вскрывался Ну, ей нет повода не верить Четверка играла с восьмеркой Я готов играть с восьмеркой Пятерка для меня более красный Десятка мне не нравится Не потому, что он говорил Что все черные Как сказала Кто там четверка сказал Что он всех считал черным Потому что для него Все серые были и черные не потому что он был черный, не потому что он сказал, что четверка черный, шестерка, семерка черный. Можно просто, ну давайте просто все речи, ну смыслов все обсуждения. Хотите по времени? Нет, давайте, да, го по времени. Давайте по времени. Так, парни, ну вы скажете все в свою минуту, смысл вообще. Давайте по времени, Алох. С тебя начинаем? А с меня начинаем? Ну смотрите, здесь все довольно-таки просто. Тройка уходит в остатки. Я объясняю, почему тройка больше черная, чем десятка. Тройка просыпается по нулевке, не играет с единицей, это его до, но он, типа, он скорее всего знал, плюс он еще знает, что это чел спалится, он, типа, с ним не заигрывает. После этого, типа, что его самый, самый его черный ход, это то, что 3-7 одаревно огласует шестерку. И только с семеркой вместе пытались кооперировать, стрелять по этой шестерке. После этого, когда семерка уже ушла, он, он, он стреляет в четверку. Вот это вот вообще, на самом деле, очень глупый ход. Я, ну, типа, он вообще максимально нелогичный. Ты стреляешь в четверку и говоришь, что это нелогично, потому что он стрелял в тебя в черного. А что тут нелогичного? Если ты стреляешь в меня, 5 и 4 просто выбираю тебя, и ты проигрываешь. Ты стреляешь в меня, потому что я единственный, у кого есть выбор, между кем подумать, между 3 и 10. Ты, типа, даешь не шанс ошибиться, чтобы я выбрал десятку, и ты выигрываешь на тройке. Ты сидел, играл АФК, типа, ты присматривался, доставал карту мафии первые два хода. Потом, когда уже началась какая-то активная игра, ты стал присматриваться, выбирать ходы. Десятка, я еще играл более агрессивно, типа, для этой черного, для черной карты. Ну, короче, точно тройка черная, я еще вас послушаю, но... Для меня лично думать нечего. В ходе тройка, типа, победа красная. Хорошо, ты выставляешь... Я выставляю третьего, да, я выставляю третьего. Все, спасибо большое, Ваня. Твоя минута. А, ну, на самом деле, я считаю, что было бы просто, да, что Диман – мафия, и все, и мы заканчиваем. Но мне почему-то все равно кажется, что Алоха специально уводил в баланс, чтобы сейчас больше склонялись на то, чтобы кикнуть Ликса, и он в итоге выиграл. Я это хотел сказать. Вот, в свою минуту в прошлом раунде, я это забыл сказать, потому что если бы мы убрали сразу Ликса, сейчас бы у Гадайки не было. Мы бы кикнули Алоху, и все. Вадим здесь, скорее всего, красный. Ну, я не верю, что Вадим, оказывается, был... У меня команды из них нет. Я думал, в самом деле, блядь. В общем, у меня с ним нет команды, в плане, ну, у него нет черной команды. Вот, поэтому... Блин, ну, если выбирать Алоху, я все равно выставлю Алоху, выставляю обязательно. Вы сейчас ошибаетесь, вы проиграли, вы же... Да, и вот, в принципе, этого не надо было делать. Вот все поверили, Алоха просто всех унастроил на то, что надо делать баланс, и вот теперь мы угадываем. А по большей части, Ликс черный был на протяжении всей игры. И у него сейчас идеальный ход. То есть он, ну, в плюсе. Поголосуйте 2-2 за нас, мы еще раз поговорим, и все, на этом все закончится. А, давай, давай. Нет! Смотри, я буду голосовать... 3-10 голосуют в меня, я с пятеркой голосую в третьем. Мы еще раз разговариваем. Понятно? Прикольно. Давай, короче, каравай, ты голосуйся, я могу. А они друг друга. У тебя микрофон сейчас. Вань, спасибо за твою речь, Дима, давай. Так, АВАДЯ сказал пятерку? ВАДЯ должен говорить. 8, 10, 3, 5. Пятерка не говорила еще. Он говорит после тебя. 8, 10, 3, 5. Ты говоришь, Димача. Я поговорил же в самом начале, я же считаю, что Соло говорил. Нет, ты в общем голосовании говорил, теперь твоя минута. Твоя речь сейчас, Дима. А пятерка говорить не будет? Ты говорил в общем голосовании. Ты можешь сказать, а после тебя будет говорить пятерка просто и все. Потом идет Ванес, потом идет опять... Ты сейчас про то, что говорит не тот, кто руку... Ну, сейчас просто говорят, да, по минуте? Просто говорят по минуте. Так я сказал в самом начале, считай, Соло речь моя. Все, меня не... Хорошо, все хорошо, у вас скипает. Говорит пятерка. У вас скипает свою речь? Да. Я же сказал в самом начале, я все объяснил. Для меня непонятно, зачем делать вот так вот, потому что я уверена, что меня убьют, здесь красный игрок в этом сцене. Для меня... Ну, я не знаю, зачем я это сказал. Это конец. Нет, если мы сейчас два... Нет, смотри, если мы сейчас 2-2 проголосуем, то меня убьет, убьет мафия 100%, вы останетесь в трое. Давайте 2-2, это прикольно. Да, гораздо... А смысл от этого будет? Если... Я уверен, меня убьют 100%, что я здесь... А, но у самого нейтральный человек будет. Я... Да, у вас будет не гадайка, вы втроем человек остаетесь. Нет смысла 2-2 голосовать. Вот сейчас то, что приглашил... Как тебя могут убить? 5-8 голосует в третьего и 10-3 в меня, чтобы мы просто поговорили еще раз, алло. Не будет ночи, мы будем говорить еще раз, перестрелка. Перестрелкой мы говорим еще раз, hello. Все, сори, все, сори, я тут толпанул, забей. Давай, окей. Окей. Я в алоху, ты в ликса. Аликс в алоху, алоха в ликса. Да. Я в аликса, да? Да. Все, окей. Sorry, алоху, я толпанул. Все, получается, закончили? Тогда начинаем голосование 3-8. Кто против ИРК под номером 3? Сначала дополнительный. Ну, а зачем она вам? Вам есть что сказать по 20 секунд? Стой. Хочите? Все, 2-2, да, получается? Мы, получается, мы сейчас что делаем? Мы делаем еще один ход? Мы говорим по минуте еще раз, я и... Нас баллы, ну, типа, равные будут. Иман и алоха говорят. Мы говорим еще раз сейчас по разу. Поймя, ну, кто первый начинает, я не знаю, мне без разницы. Давайте начнем... А, ну, получается, мы начинаем с ликса, потому что по очереди. До этого начинала алоха. Правильно? Значит, ликс, твоя минута. Для меня странно ведет себя алоха после того, как он начинает... Он, грубо говоря, самый сильный игрок на столе и на данном этапе он просто... Ну, он живой. Окей, если мафия делала тупые ходы, как бы, ну, судя по всему, да, по столу, он убили четверку, которая гнала на меня, правильно? Я об этом сказал, что четверка гнала на меня. Он это, кстати, подхватил, что это, типа, ну, это было глупо убивать четверку, можно было кого-то другого убить. Но сейчас жив только восьмерка. Почему тогда? Мне это странно. Для меня десятка... Ну, для меня десятка... Ну, он странный игрок. Он накидал на всех вообще. Он накидал просто на всех, что они серые игроки. Но в данном случае тогда у меня вопрос, почему восьмерка жива, если так все четко. 1-6-10 у него была. Там потенциальная мафия. Давайте это уберем. Давайте здесь проголосуем. Так уберем. Мне это непонятно. Все. А чисто так вот, Дубровский, а вы не задумали, что вы могли уже игру проиграть? Типа, апрер, даже сейчас. Ну, ты бы игру закончила. Одна мафия на столе. Не, не, в смысле. Ну, а если ВНС, например, мафия? Как вы до этого считали? Получается, уже игру проиграли. Правильно? Нет. Нет? Вроде. Короче, неважно. Давайте продолжим, там уже будет видно. Давай, теперь твоя минута. Так. Слушайте. Не, сейчас мафия есть. Это я просто так сказал, типа. Объясняю десятки и пятерки десятый раз, почему я здесь не могу быть черным игроком или никаких. Ну, еще начну с подыстории. Все говорят, везде там пишут, ебать, а лоха, пиздец, сильный игрок, бла-бла-бла-бла-бла, перед каждым всем играет а лоха, пиздец играет мафию. Я пиздец, скуема, играю мафию. Перестаньте, каждый чел на этой ебаной планете оверрейтик меня, и говорит, ебать, короче, он расслабил слог, по-любому, это ебаный майнгеймс, он подумал на все, надеешься, говь вперед. Блядь, здесь все просто элементарно. Объясняю, почему, а теперь объясняю, почему чел снова очернился. Ну, тройка. Во-первых, человек сказал на предыдущей речи, я играю с восьмеркой, восьмерка для меня есть единственный, самый красный. И когда у него, типа, час пик, он понимает, что все, у него пиздец, или я, или он, он начинает на меня пиздец. То есть на него просто нет вот типа другого выбора, ну вы сами да это понимаете. Объясняю еще раз десятки, почему ушел шестой, если ты не понял, это седьмого раза. Ты уходишь шестой, потому что есть команда один, шесть, десять. И если три семь, красный семь, и уходит три, то выиграла команда один, шесть, десять. Я тебя в команду нарисовать могу, ты меня в команду нарисовать ни одну не можешь, потому что я, я форс со самой первой убирать всех черных. Я убирал первого за его, ну я тут тот чел, который форсовал первого, самое первое все время. Типа, если ты 10 или 5 там сыграли за черную карту, то это окей. Или там, если хотите как-то зарандомить наугадайки, то тоже ваше дело. Возможно, там еще были какие-то аргументы, почему я красный, я их уже немного подзабыл, вероятно. В общем, делайте, что хотите наугадайки, типа это ваше дело, я сыграл в правильную игру. Если вы сами себе придумаете, то окей. Все, все, спасибо, спасибо, лоха. Ну что, у нас голосование, я надеюсь, вы подумали. Хотите, я могу дать вам секунд, там 20-30 подумать в голове хотя бы? Я хочу в лицо еду. Общего нету. Вообще, викс в последнее. Я имел в виду, что вы подумали. А, кстати, если что, я, если что, первого тоже убирал. Сейчас, ребят, если что, я имел в виду, чтобы вы подумали в своей голове, а не попиздить. Сейчас, у меня секунда, у меня ведущему еще сказать. Смотри, сейчас такая ситуация, осталось 4 человека, и если будет снова 2-2, то все засыпают без смерти. Так что, ну, смотри, я буду голосовать в третьем, я сразу говорю, третий будет голосовать в меня, оно, типа, очевидно. 10-5, 10-5, 10-5, да, сами выбирайте, что вы будете делать, типа, это уже на вашей, там, делать, как вы там решили нужным. Но говорю ведущему, если 2-2, то мы засыпаем, типа, да, мы засыпаем, я помню. Спасибо. Все, ребят, готовы? 5-10, вы готовы? Да. Все хорошо. Кто против игрока под номером 3? Автоматически, алоха, Вадим. Спасибо. Кто против игрока под номером 8? Спасибо. 2-2, и засыпаем. Ну что же, вот и ночь, и сейчас мафия будет делать свои грязные делишки. Мафия, просыпайся. Кого мы убьем в этом ходу? Мафия делает свой выбор и засыпает. Проснулся бы Дон, было бы очень круто, но Дон не просыпается, как и доктор и шериф. Я думаю, можно это скипнуть. Утро. Утро. Утро доброе для всех. Роме, номер 5. Ты можешь не просыпаться, можешь спать дальше. Вадим, ты умер. Хочу ему предложить минуту общего, но я думаю, в ней нет никакого смысла. давай сразу скиплю. Поэтому давайте по времени. Вань, с тебя начинаем. Десяточка. Твоя первая речь, одна минута. Поехали. Блин, ну, скорее всего, Диман мафия, но есть вероятность, что лоха, просто-напросто. Всю игру, ну, вот эти последние три хода продумывал. Вот, начиная с баланса, чтобы выиграть. Но это явно было, что будут голосовать Димана, и ты бы уже победил, если бы мы в прошлом раунде Димана слили, если бы на тебя вообще подозрений не было, которые закинул я. Ну, хотя кто-то еще тоже подозревали тебя. И в этом нет никакого-то овергейма, ты можешь просчитать, я думаю, три хода несчастных, где просто нужно, магу слить красного игрока максимально, чтобы, ну, инициатива была на твоей стороне. Скорее всего, Диман, и скорее всего, здесь все просто. Но, блин. Кому ты выставляешь, Вань? Я оставляю. В принципе, нет смысла выставлять. Диман проиграй, пускай Диман выиграет, я хочу Аллоу. Хорошо. Ты выставляешь Аллоу, Ликс, твоя минута. Я выставляю себя, я хочу сказать. Могу так сделать? Ты так сейчас говори, зачем тебе кладутся. Я могу тебе 20 секунд добавить авансом просто. Окей, окей. Ну, я в любом случае буду выставлять себя. Как я еще раз скажу, Ванес, ну, как ты понимаешь, сейчас борьба идет за твой голос, да? То есть, между тройкой и восьмеркой. За единицу, я сразу сказал, что я с единицей, но он серый для меня игрок. За счет его короткой речи, свою короткую речи я обосновал. Алоха, я не помню только, он раньше сказал или я раньше, но он тоже его кикнул, он тоже голосовал против него. Ну, там на самом деле много-то голосовал. На данном этапе Алоха опытный игрок, хотя он говорит, ну вот Алоха там играет плохо за... Он сказал, что он играет плохо за мафию. Это крайне странно. То есть, я не считаю, что он играет плохо за мафию. Для меня действительно странно, что он жив до сих пор. Если бы была мафия, скорее всего, она бы не хотела иметь сильного красного игрока. Это логично для меня, поэтому я голосую против восьмерки. Да ладно, я рофлил, Диман, я комиссар, я тебя проверил, ты черный. Ну, офигенно. Спасибо большое, спасибо большое. Спасибо большое, Диман. Алоха, твоя минута. Если ты реально комиссар, то я бы тебе сейчас просто бошку проломил, честно говоря. Что ты подумаешь, что я сказал ночью? Короче, я не хочу вырывать эту победу для мирных, типа, я... Я сделал просто красивый ход, я пасую, я ничего не говорю. Я выставляю тройку, я пасую. Пас. Все, спасибо. Но тебе все равно придется сказать, либо ты пасуешь. Я пасую, я пасую. Хорошо. Дим, ты тоже пасуешь, или что ты скажешь? Ой. Хорошо? Спасибо. Да выстави тройку, давай, все, я хочу третьего. А, тройка выставлена, в смысле? Я выставлен уже. Он сказал, что он скипает тоже ход, поэтому... Только будь уверен, что ты же не комиссар, комиссар одиннадцатый. В смысле, я-то комиссар, я что-то проверил. Да я-то порог. Голосование. Кто против игрока под номером три? Печально. Ну что, ребят, я поздравляю вас с победой, мирные выиграли. Я не знаю, что вы тянули. А по поводу того, что все так пиздели, Алоха такой охуенный игрок, Алоха столько красных назвал черными за всю игру, это вообще пиздец. То есть он, типа, он говорил одного красного, что он черный. Кстати, с оглы, да. Да, да, да. Он меня гнал. Он сказал, что у меня не гнал. Короче, есть ли, на самом деле проблема? но его речь очень была красная. По поводу стола, он, типа, красиво вот это было, убрать там 7-6, но, в принципе, весь стол был против тройки, и, возможно, надо было послушать весь стол, нахуй, и Ликс сразу тикнуть, его бы сразу... Не, на самом деле я хотела, чтобы Ликс выиграл, извини, Магу. Не, Ликс крысу, блин, зашевели, Алоха, ты говорил, типа, команда 1-6-10, с начала раунда, ты слишь, но я первые два раунда был против Маги. У меня один вопрос к Ванессу, а почему ты в последний ход переобулся, и, типа, в Ликс решил голосовать? О, потому что мне реакция его не понравилась, он такой уже, знаешь, ну, неуверенно говорил, что это блеф. Самый угар был, то, что я сказал, что я уже, я просто ждал, когда вы проголосуете, я сказал, я, короче, хочу сказать, Вадя, я, когда еще топил их, я еще увидел в чате, из-за этого я еще был 100% уверен, что они были мафии. Интересная игра была очень. Понятный был? Я был уверен, но я, честно сказать, что я очень... Да, Не, ну, скиллс красавчик, я, я, говорит, Дон, я, говорит, Дон. Подождите, смотрите, пойду покорю. Спасибо за игру, пока. Завтра в 8 часов, да, мы будем вылетать. Мы будем вылетать. Так что, Алоха съебался, короче, поэтому... а он покурить. Он покурить. Я понял, но именно, что попрощаться не успеем, поэтому я... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok